Может быть, какие-то вещи покажутся вам неоднозначными. Заранее прошу за это прощения, но мне кажется, что в этом режиме думать, по крайней мере, иметь такой взгляд дополнительный, такую точку обзора, очень выгодно. Меня все время называют психологом, психолог из меня неважный, психиатр, у них немножко разные представления о реальности. И с этой точки зрения я вам сейчас попытаюсь рассказать, что с нами происходит. Все вы, наверное, знаете эту фамилию, это Элвин Тофлер, выдающийся футуролог, автор книги «Футурошок». Он сделал две крупные ошибки. Во-первых, он написал книжку «Футурошок», в которой предсказал, что мы не сможем адаптироваться к тем технологическим изменениям, которые будут происходить. Правда состоит в том, что мы к ним очень хорошо адаптируемся, и в этом наша проблема. Они начинают определять нас, а не мы их. И вторая составляющая. Он говорил, что есть три этапа в развитии человечества, и мы вышли на финальный. Значит, ну эти три этапа все просты, понятны. Это аграрная эпоха, очень длительная, потом индустриальная, потом информационный век, так называемая третья волна, и дальше стоп. Но вот за этим стопом началась следующая волна, которую Тофлер точно так же не ожидал. Это цифровая волна. Аграрный человек. Чтобы вы понимали, эти этапы – это не просто точки на карте исторической. Это совершенно разный способ жизни и разный способ структурирования мозга. Большая деревня – это 150 человек. Вы просыпаетесь, когда поднимается солнце, и ложитесь спать, когда оно заходит. Вы живете в связи с своими температурными условиями. Мы потеплело, идем сеять, потом идем жать, потом запираемся в домах и так далее. Нет образования, нет культуры, одни традиции. Индустриальный человек – это уже другое существо. Он переезжает в мегаполисы. Количество социальных связей нарастает. Его время начинает определяться производственным циклом, который совершенно никак не связан с сезонностью, биоритмами и так далее. Он начинает получать образование. Информационный человек – это уже та самая большая деревня, про которую в свое время стали говорить. Нам казалось, что мы действительно в большой деревне. Но действительно, когда вы знаете, что у вас произошло просто в вашей деревне, что у вас произошло в мире, и когда вы перманентно… Вы же наблюдали 11 сентября по телевизору. Мы были участниками событий любых, если они имели какую-то историческую для нас или какой-то психологический интерес. И это действительно новое существо было произведено. Мы – вот эти самые люди, которые постепенно, очень быстро стали превращаться в новое существо. У нас у всех появились аватары. Что такое аватар? Аватар – это мое представительство для других людей, которое я отдельно для них делаю. Все, что вы делаете в социальных сетях, в любом публичном пространстве, в виртуальном, вы создаете какой-то свой параллельный образ. Это тоже вы. Мы к молодому поколению постепенно будем переходить, и там это все приобретает уже фундаментальные изменения. Но в целом, вот это существование себя в виде вот такого аватара, она приводит к огромному количеству самых разных трансформаций. И прежде всего, это социальная трансформация, о чем я вам сегодня буду подробно рассказывать, потому что вот эта жизнь соло, неспособность строить отношения, неспособность их долговременно поддерживать – это все новая реальность. Отсутствие мотивации и прочее. Про этого человека мы сейчас и будем говорить.